доброе утро мои дорогие зрители сейчас пересматриваю видео железноводск пересматриваю фотографии которые у меня в памяти телефона что-то нужно освободить что-то загрузить что-то удалить и хочу записать маленькое видео из того что осталось в памяти телефона про железноводск который я ездил в отпуск весной который мне очень понравился и отпуск понравился и санаторий понравился все такое как будто возвращаешься в прошлое в советские времена номера обстановка такая еда в столовой диетическое ппшное что тоже очень так классно интересно не полезно мы и так наедимся везде правильно и шашлыков на даче всего остального но мне хочется им поделиться и загрузить это видео это то что осталось то что не удаленное так как вы знаете я youtube канал не собиралась восстанавливать в основном видео железноводск маленькие отрывочки то благодаря леночке леночка тебе привет юная дива я покидала в телеграм-канал то есть если кому интересно заходить мы в телеграм-канал там вы побольше увидите вот этих отрывочек маленьких зарисовочек голос у меня там больной видео я разболелась буквально через три дня после того как приехала мы вывод сделали сначала я разболелась и до конца отпуска болела потом лена или она от меня заразился или там санаторий витал дух этот вирус мы поняли что ковид у нас был что какой-то из разновидностей этого отвратительного к вида и она домой полетела больная я домой уже почти в выздоровевшие полетела но все равно отпуск был весь отпуск я так с трудом я старалась ходить пить воду на все лечения я ходил у меня лечение было много всевозможных но поэтому и голос там такой и сложновато мне было погода была очень холодная у меня с собой пуховая была куртка и меняли мы одежду слоями потому что вспотеешь пока ты вокруг горы пробежишь пока ты там куда-то на процедуру идешь надо было все время менять на сухую летняя одежда которая была взята с собой не естественно не пригодилась погода была и плюс 4 и плюс 7 представляете их и вот этот моросящий дождь и ветер холодный приходилось одеваться тепло и шарф и куртку и все остальное в общем кому интересно еще раз говорю заходите telegram посмотрите там вот эти отрывочки которые я туда все по накидала в то время когда я там жила значит загружу сейчас вот эти маленькие отрывочки чтобы было понятнее железноводска и если у кого какие вопросы задавать я с удовольствием ответ отвечу и приятного просмотра я опять я делась и жду сестру сейчас поедем на дачу дачной чебурашки ну не чебурашка на поночка или микки маус или кто я понимаю вы пишете смеете смотрю ну какой же да понятно мне как мне без разницы чебурашка и тут микки маус ну точный такой наряд так что стараюсь быть на позитиве стараюсь стараюсь мысли положительные куда-то русло направить стараюсь с трудом не это удается но стараюсь с малидорчиков и и буду стараться значит всем хорошего дня любите и будьте любимы ну с вами ваша марина стон а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утро, девочки. Мы вышли гулять с Леночкой. Так, время из 17.10. Смотрите, какой вид красивый. Ветерочек, так прохладно. Не прохладно, вернее, тепло, не ветерочек. Такой прохладный. Вот это гора. На эту выходит гора Железная, называется, и у нас вид балкона на эту гору. Каштаны цветут. Леночка моя привет всем вам передает. И мы сейчас пройдем погулять до парка. Так что... Хорошая денечка. Штаны, да. Всем пока, Матюш. Это местные, да? Да. Амбер, заказа 94. Заберите, пожалуйста. А как настроение? Прекрасное. Ты снимаешь? Да. А что, дядя, просили тебя пока спить? Нет. Пьем минеральную воду перед обедом. Правильно. Славяновская называется. И смирновская. И смирновская. Да. А это у нас... А у тебя лермонтовская. А у меня лермонтовская, да. А это как называется? Как это? Это десерт. А это десерт. Чука-чука. У нас сейчас что? Увлажнение организма. Тогда у нас было перед обедом этот, как его, водичка. А сейчас у нас что? Чиз. Сейчас у нас встреча. А, встреча, да. Красивая парка. Вот так вот. Всем хорошего дня. И торфон. И торфон, да. Прекрасный торфон. Прекрасный. Какое? Ваша? Да. Чинахия. Чинахия. Правильно ты сказал. Ты и сказал. Чинахия. Да, ну, приятного аппетита. Спасибо, спасибо, спасибо. А у тебя что? Форели с овощами и крем. Ой, как красиво. Как красиво. Лермончик. У меня сейчас вот это рельце. Рашиш. Рашиш. Рыльце, рыльце. Потому что в своем не рашиш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Доброго утра всем. Гора Железная. Прошу прощения. 10 градусов на улице. 7 утра. И мы говорим до свидания. Говорим Железноводску. Гори Железная и всем остальным окрестностям, которые нас окружают. У меня высокий старт. Сейчас я иду на том, что между прочим моросит. Я сейчас иду, ну так запланировала попить воды перед завтраком, потом позавтракать. И сходить по каскадной лестнице к озеру, на котором я еще ни разу не была к моему великому сожалению. Но если вот так будет дождь моросить, я ходить никуда не буду. Я вчера никаких видео не загружала. Я поснимала, девочки, поснимала и синтуки, но ничего не загрузила. У меня голова распалилась вчера сильной головной болью. У меня висок один прям стучал, бом-бом, я легла, наверное, часов. Ну, легла рано после ужина, но не спала, крутилась чуть так долго. Так что все эти зарисовочки, девочки, я потом уже выставлю, загружу. Да, дождь идет. И вчера тоже у нас дождь был на экскурсии. У меня кроссовки мокрые были, я приехала, куртка мокрая. Нет, конечно, еще я на грани выздоровления и болеть, конечно, не хочется. Поэтому говорю вам до свидания. У меня багаж готов, все готово. Значит, номер надо освободить в 10 утра. Может быть, даже я сейчас и с водой не пойду. Набрала конфет на ученских подарков. Эта сумка что-то такая тяжелая оказалась. У меня багаж 23 и 5, ручная кладь, наверное. Было 16 килограмм, так ничего особо я не покупала. Вот конфеты там, что-то как всегда набирается. Ну и все, эти сумки маленькие. У этих ничего нет, есть документы. И с этой вот на завтрак я хотела идти. Все. Все, девочки, до скорых встреч. Любите и будьте любимы. Это самое главное. Говорим на умру до свидания и двигаемся вперед в светлое будущее.